Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Главное». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. Хотелось бы напомнить, что в суете политических событий республиканского уровня, которые в последнее время меняются с калейдоскопической скоростью, мы очень часто забываем о самом главном – о жизни, деятельности, развитии наших регионов. И, как обещала я и команда ТВС-21, мы постараемся после выборных событий, так скажем, уделять этому как можно больше внимания. Я думаю, именно поэтому сегодня гостем нашего эфира является примар города Тараклия Вячеслав Николаевич Лупов. Вячеслав Николаевич, здравствуйте, я рада вас приветствовать в нашей студии. Добро пожаловать. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Знаете, господин Лупов, перед нашим эфиром я очень многим коллегам говорила о том, что у нас будет специальный гость в эфире, примар города Тараклия. И очень многие журналисты, которые живут и работают в Кишиневе, они мне говорили о том, что «здорово, это же Гагаузия, зная, что я оттуда». Я сделала для себя определенный вывод, что действительно жители нашей страны и даже много журналистов немного путают, думая, что Тараклийский район, он входит в состав Гагаузии и так далее. В связи с этим хотела бы вас попросить более подробно рассказать, тем более, что я читала ваше интервью в средствах массовой информации, где вы не раз подчеркиваете о том, что Тараклийский район и сам город Тараклия отличаются своей уникальностью. Поэтому хотелось бы, чтобы вы более подробно рассказали, в чем уникальность Тараклия и Тараклийского района. Ну, начнем с того, что действительно очень часто путают с Гагаузией, это не так. Уникальность заключается в том, что это центр Болгар-Молдова. Тараклийский район и город Тараклия в частности, это скопление определенного этноса. И, конечно же, там есть своя история, там есть своя культура, там есть свои традиции. Этим они и уникальны, потому что там более 80% болгар живет на территории Тараклийского района. Но что интересно, то что действительно многие могут путать с Гагаузией, потому что населенные пункты, села, города, они между Гагаузией пересекаются. То есть есть вот Тараклия, там какое-то село, потом Гагаузское, потом опять с Тараклийского района. И это достаточно интересно так выглядит. Не знаю, почему так получилось, но тем не менее это так. Особенность заключается, еще раз говорю, в том, что есть свои традиции, есть перспективы развития определенного. Тем более, так как это все-таки болгарская как бы... Болгары в основном населяют, да? Да, в основном болгары, да. И получается, что у нас и есть определенное сотрудничество с Болгарией. И я бывал в Болгарии, они очень хорошо к нам относятся и готовы к нам сотрудничать, с нами сотрудничать, готовы помогать. И постоянно интересуются Тараклийским районом, и в частности Тараклии. И, кстати, если наверняка многие не знают, но в Тараклии, хоть это и небольшой город, есть консульство Болгарии даже. Очень интересно. Я думаю, мы об этом обязательно еще поговорим. Но есть ли у болгар какие-то особые традиции, обычаи, может быть, обряды, может быть, особенности культуры, о которых вы знаете, насколько знаю, что вы этнический болгарин? Да. Поэтому хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом. Какие-то, может быть, особенные праздники, которые особо чтит Тараклийский район и люди, которые там живут? Ну, праздников много. Они есть, конечно же, как и у любой другой национальности. Но в том-то и проблема, что эти праздники не очень сильно празднуются, не очень сильно распространены. Потому что, да, есть, которые в Тараклии, они уже давно занимаются этими праздниками. Например, Трифон, Заризан. В частности, вот я участвовал в предыдущей предвыборной кампании, да, перед парламентскими выборами. И я даже снял тогда, чтобы как-то развивать тоже это дело, потому что многие очень говорят, что надо этнос, надо культуру, надо традиции как бы поднимать и говорить об этом, чтобы люди знали об этом. Я даже передачи снимал, учился готовить национальную болгарскую кухню. И сняли ряд циклов передач, потом даже провели фестиваль. И я тогда пообещал, кстати, людям в Тараклии, что этот фестиваль будет проходить каждый год. Фестиваль национальной болгарской кухни. И я сдерживаю свое обещание. Скоро, как и в прошлом году, в декабре месяце, будет проведен опять фестиваль национальной болгарской кухни в городе Тараклии. Я, кстати, приглашаю всех, и обязательно вас пригласим. Да, спасибо огромное. Я, кстати, помню этот фестиваль в прошлом году. Даже жители Гагаузии приезжали на этот фестиваль, активно в нем участвовали. В каких числах обычно проводится этот фестиваль? Ну, в прошлом году так получилось, что это мы сами придумали его. Поэтому он только начался в прошлом году. Мы посмотрим все-таки по погодным условиям, как это будет. Это будет примерно в середине декабря. Ну хорошо, дорогие телезрители, мы обязательно вам сообщим об этом празднике. Для того, чтобы не упустить что-то яркое и интересное из культуры и традиций болгар, а именно центра, где проживают болгары, это Тараклийский район и город Тараклия. Господин Лупов, хотелось бы... Можно одну секундочку еще? Я, кстати, хочу сказать, там есть еще определенная уникальность в Тараклии. Потому что в Тараклии есть болгарский театр, единственный в мире, не на территории Болгарии, который находится. Это тоже свое родовое уникальность. Как часто он выступает с постановками? Делают постоянно, но у них слабое финансирование, они не могут ездить. Есть там определенный ряд проблем, которые, я думаю, что мы поможем им решить. Я думаю, что он более активно начнет работать. Хорошо, господин Лупов, вы знаете, вот раз мы говорим и о том, что Тараклийский район находится рядом с Гагаузией, многие знают в нашей стране, что у гагаузов есть проблема, языковая проблема. То есть очень мало возможностей новому поколению изучать на должном уровне гагаузский язык. Конечно, находят какие-то моменты и принимают меры. Как обстоят дела в Тараклийском районе у молодежи с изучением болгарского языка? Ну, эта проблема у нас везде. То есть эта проблема тоже есть? Да, конечно. Хотя там есть ряд программ, которые, кстати, болгары помогают нам. И есть там преподаватели болгарского языка, есть определенная программа, которая работает сейчас. Но сейчас мы будем еще изучать. Я думаю, что мы немного больше уделим внимания этому вопросу. Потому что я считаю, что это действительно важный вопрос. Потому что язык надо знать. Тем более, что я, к своему сожалению, не знаю болгарский язык. Я понимаю, но я не разговариваю в нем. И, естественно, буду учить. Поэтому думаю, что вот мы и посмотрим, насколько будет эффективно изучение болгарского языка в Тараклии. Вы знаете, не так уж и давно в нашей студии была Башкан Гагаузи, Ирина Влаг, которая призналась, что как она на тот момент, когда она стала Башканом, она довольно-таки плохо говорила на гагаузском языке. И сейчас она говорит прекрасно. Поэтому я думаю, что этот момент как раз-таки он поправим. Желаю вам в этом удачи. Хотелось бы спросить, господин Лупов, я, насколько знаю, еще, что вы и родом не из Тараклии. Все-таки Тараклийский район, он довольно-таки консервативный. И всегда практически там на выборных должностях одерживают победу люди, которые родились там, которые выросли там, у которых есть какие-то определенные корни именно из Тараклийского района. Вы, да, вы этнически болгарин. Но все-таки в связи с тем, что я озвучила, насколько ожидаемой была для вас победа на местных выборах? Ну, мы работали, мы стремились к тому, чтобы победить. Конечно же, мы надеялись и, в принципе, ожидали, что у нас это получится. Но сложность была в этом смысле, действительно. То есть вы ощущали это препятствие? Ну, скажем так, даже конкуренты очень сильно эту тему развивали. И среди людей как бы говорили постоянно об этом. Хотя, на самом деле, руководящие должности в Тараклий очень часто занимали не местные. И даже предыдущий примар, который там был 8 лет, 2 срока он был примаром. И еще до этого был 4 года вице-примаром. То он тоже с Украины. Он тоже не с Тараклий. Поэтому такой достаточно странный вопрос. Но у нас позиция вообще к этому совсем другая. То есть, да, я болгарин, да, по национальности. Но идея здесь чуть в другом. Потому что я представитель партии Шор все-таки. И вы знаете, что у нас есть прекрасный пример. Это город Аргеев, который Илон Шор, наш председатель, в свое время стал там примаром. И развил его. И сегодня, думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что это лучший город в нашей стране. По крайней мере, один из лучших точно. Следующий пример это коммуна Жора Демижлок. Тоже где Марина Таубер, вице-председатель партии, стала примаром в свое время. И там тоже произошли огромные изменения. И мы считаем, что на самом деле так может быть в любом населенном пункте нашей страны. Это наша самая главная задача. Мы пришли заниматься в принципе не политикой. А мы хотим сделать нашу страну привлекательной для проживания. Чтобы люди здесь жили так, как должны жить. То есть ничего волшебного нет. И в Тараклию я был направлен. Там огромная история, достаточно длинная. Суть была в чем? Дело в том, что в 2018 году примар Тараклии и примар города Аргеева, то есть это господин Филиппов и господин Шор, подписали соглашение о сотрудничестве между городами. То есть Тараклия была выбрана просто потому, что давайте возьмем Тараклию. То есть не было каких-то определенных критериев. И решили помочь Тараклии перевести опыт Аргеева, чтобы это сделали в Тараклии. Даже не член партии, то есть человек, который к нам никакого отношения не имеет. У нас с господином Филипповым Илон Миронович просто нашел общий язык и предложил такой вариант. Он говорит, да, пожалуйста, мы подпишем. Все хорошо. В принципе, в тот день, это, по-моему, было 25 мая, я первый раз приехал в Тараклию. И познакомились и с Сергеем Николаевичем Филипповым, это примаром Тараклии, подписали они это соглашение. Много было вариантов, чтобы что-то сделать, сотрудничество одно, другое, много было просьб и ничего. И ничего, почему-то как будто бы Тараклия в идеальном состоянии, там все хорошо и им ничего не надо. Много раз я подходил, потому что я уже в дальнейшем был направлен туда как уполномоченный представитель партии. И как бы часто приезжал в Тараклию, смотрел, что там происходит, как подходил неоднократно к Сергею Николаевичу, говорит, ну давайте мы вам поможем, расскажем, у вас есть проблема с транспортом, мы вам объясним, как ее решить. У вас есть там еще ряд проблем, которые мы можем вам помочь решить. И он все время, да, 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 потом, ой, не надо, ой, не сейчас. И как бы ничего не двигалось. И закончилось тем, что мы поняли, что ему просто это не надо. Не знаю по какой причине, наверное, у него такая причина была, но мы решили, что нет, мы хотим сделать для Тараклии что-то хорошее. И по сути я туда был направлен как кризис-менеджер, понимаете. Я участвовал в парламентских выборах по 44-му округу от Тараклийского района шел. Я за 9 месяцев, я там жил, за 9 месяцев я в день проезжал там примерно 7 населенных пунктов Тараклийского района. То есть каждый день я был в районе, я объездил весь район вдоль и поперек. Я общался, знакомился с людьми, смотрел, видел проблематику, как бы понимаю, как это все решить. И в городе Тараклии я жил, естественно. И поэтому, находившись там, мы поняли, что мы хотим сделать Тараклию. Как мы хотим сделать любой другой город, любое другое село нашей страны. Понимаете, сегодня это Тараклия, завтра это будет, я не знаю, назовите любой город, то же самое. То есть это вы хотите перенести ту модель развития, наращивание инфраструктуры, как в Аргеве, на Тараклию, Тараклийский район. Скажите, бытует мнение, что человеку из бизнеса, как я понимаю, что вы занимались бизнесом, намного легче управлять городом. И в принципе есть очень много успешных примеров, когда примары, люди из бизнеса становились примарами, как хозяйственники, им удавалось очень многое сделать. На вашем примере это так или нет? Как вы чувствуете, по вашим ощущениям? Я понимаю, что пару дней как вам только вручили мандат. Я всего два дня был в примарии, и мы еще там не разобрались, там есть масса моментов, в которых надо разбираться. Но думаю, что да, мы сможем сделать. Мы, по крайней мере, по-другому относимся, потому что Илон тоже не был никогда примаром, и он тоже из бизнеса. И просто сейчас нам легче, и вот мне гораздо легче, потому что есть команда с опытом, которые всегда готовы помочь и посоветовать, и рассказать, как и что надо делать. Поэтому думаю, что нам надо пару недель, месяц для того, чтобы привести все в порядок, разобраться и дальше работать. И у нас есть очень много проектов, которые мы хотим внедрить на территорию Теракли. Хорошо. Кто ваша команда на республиканском уровне, вы сказали. А местная команда, вы уже определились, кто будет вашими заместителями? Мы еще не определились, потому что, еще раз говорю, всего два дня в примарии я был. Мы хотим сначала навести там порядок, разобраться в том, что происходит, потому что уже сейчас могу сказать, что там есть моменты, которые меня, допустим, очень интересуют, почему именно так работал предыдущий примар. Но пока рано об этом говорить. В свое время мы расскажем, когда разберемся в этом более подробно. Хорошо. А по штатному расписанию? Потому что я вам скажу, например, у предыдущего примара не было заместителя. Ни одного. А по штатному расписанию сколько заместителей у примара? Один заместитель есть, но можно и два заместителя. Там уже как бы вопрос, нужно ли это. Но у него не было ни одного. Почему? У нас уже есть предположение, почему так происходило. Хорошо. И это не очень правильно. Давайте так, если вы еще не готовы сказать, не готовы определить, и не определились еще точно, кто будет вашими замами, какими качествами должны быть наделены ваши заместители. То есть в какой сфере это будет больше? Это будет ваш помощник больше в социальной сфере или, может быть, в технической сфере, в наращивании инфраструктуры и так далее? Я думаю, что у меня будет не один зам, а как минимум два. И это будет специалист каждый в своем направлении. То есть это будут люди, которые будут помогать в том, чтобы строить город. Какие основные приоритеты, с которыми вы шли на выборы, и которые вы в первую очередь готовы воплощать в жизнь? Это, наверное, на ваш взгляд, основные проблемы города Тараклии, Тараклицы, Тараклицев и те моменты, которые, и те проекты, которые вы готовы в первую очередь им уделять должное внимание? На самом деле там проблем достаточно много. И выделить основные какие-то очень сложно, потому что надо все делать. Вот очень удобную позицию предыдущий примар занял. То, что он говорит, что за последние годы очень многое изменилось в Тараклии. Да, многое изменилось, я с этим полностью согласен. Но если начать разбираться, то многое, что изменилось, это были правительственные проекты и районные. А если разобраться, что же сделала Примария, там не так много. Но тем не менее, все равно изменения действительно есть. Но их слишком мало. И проблем в Тараклии достаточно. Я могу выделить, не то, что выделить, а сказать, с чего мы начнем, наверное, с первой. Я очень постараюсь это сделать даже сейчас как можно быстрее. Я с этим вопросом уже работаю. И мы постараемся до Нового года сделать освещение. По крайней мере, запустить этот проект, чтобы начали освещать. Потому что сегодня нам, допустим, непонятно, почему в 21 веке город, а это все-таки город, освещен на 36%. Вы понимаете, даже не на 50%, на 36%. Жалобы поступают. Как-нибудь могу вас пригласить даже в Примарию. Кроме того, что я с людьми общался постоянно во дворах, на улицах. И собирался, и они мне рассказывали эти проблемы. Но вот даже вчера я был в Примарии, вот сколько принесли документов. Там половина, поставьте нам свет, поставьте нам свет. Потому что заходишь, а просто не видно. Там, кроме того, что дорог нету, дорога на центральной улице есть, на всех остальных нет. И нет освещения, люди ломают ноги себе. Это достаточно распространенное явление, потому что не видят, куда идут. Все ходят с фонариками. Фонарики всем дать, что ли. Поэтому мы хотим в первую очередь все-таки сделать освещение. Хотя мы считаем, что там масса проблем. И там есть проблема с транспортом. И проблема с транспортом, вот сейчас уже как бы она нам понятна, что это, знаете, как привет от предыдущей власти. Потому что они не продлили авторизацию местной транспортной компании. И авторизация 1 января заканчивается. А на продление авторизации нужно 3 месяца. Вот мы сейчас будем до Нового года срочно решать этот вопрос, что-то делать для того, чтобы транспорт не прекращал работать по городу Тараклея. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили во время своей предвыборной кампании о многих важных, но они очень дорогостоящие проекты. Это транспорт, это дороги, это освещение. Бюджет города вообще на сегодняшний день позволяет воплотить эти проекты в жизнь? В общем-то нет. В общем-то нет, потому что из бюджета эти все деньги, в принципе, они уходят на зарплаты, на услуги и так далее. Значит, и там остается очень мало денег, на которые, в принципе, этого не сделаешь. Но проблема в том, что еще не готов дать точный ответ, я отчитаюсь. Я после того, как изучу, после того, как мы проведем аудит в премарии, я на местном телевидении или еще где-то обязательно отчитаюсь перед ними и объясню, каким образом собирались налоги, каким образом они оплачивались. И правильно это было или там были какие-то нарушения. Потому что нам, допустим, у нас уже есть ряд вопросов, но мы, я же еще раз говорю, пока рано об этом говорить, я отчитаюсь подробно. Потому что мы считаем, что много очень не собиралось. Соответственно, бюджет поднять можно даже просто, чтобы структурировать работу премарии, для того, чтобы просто делалось так, как должно делаться. Даже тогда уже поднимется бюджет. Пускай не на много, но он будет выше. А дальше мы уже будем привлекать инвесторов, будем строить какие-то предприятия. У нас есть много планов очень, у нас есть много очень наработок, которые, если получится все это внедрить, опять же, чуть рано об этом говорить, немного позже расскажем, покажем. Если это все получится, поверьте мне, Тараклия станет жемчужиной юга на самом деле. – Ясно. Вячеслав Николаевич, скажите, вот все-таки премар – это исполнитель. Многое зависит от совета. В случае с Тараклийским районом, в Тараклие, именно городом, зависит и от районного совета, и от городского совета. Я, насколько знаю, что вчера проходило первое заседание, да, вчера первое заседание районного совета. – Районного, второе заседание было вчера, а позавчера было первое городского совета. Городского совета. Уже известно, я, кажется, читала в средствах массовой информации, что представителем района был избран представитель партии социалистов. Все-таки очень многое зависит от формирования, от количества депутатов районных и городских советов. Насколько, по вашим ощущениям, понятно, что еще итоги какие-то выводы делать рано, но у вас по-любому есть какие-то уже ощущения, легко ли вам будет работать с районными и с городскими советниками? Насколько они готовы воплощать, помогать вам воплощать в жизнь те важные инфраструктурные проекты, которые вы хотите реализовать? Смотрите, во-первых, если мы сейчас говорим о районном совете, действительно, вчера был избран председатель района. Это Иван Андреевич Посларь, это представитель партии социалистов. В принципе, я считаю, что это достаточно хорошая кандидатура, я считаю, что этот человек честный, порядочный и думаю, что на благо района он будет работать вместе со всем советом, не только с партией социалистов. Потому что все-таки большая политика, это большая политика, она в основном здесь, в Кишиневе строится. На местах ситуация чуть-чуть другая, особенно в небольших городах, в селах. Почему? Потому что люди, которые там живут, они все-таки больше готовы делать для своего населенного пункта. Потому что здесь политики, знаете, они обычно играются все-таки. А там люди живут. Поэтому я думаю, что на уровне района у нас получится нормально сотрудничать. Хотя, действительно, там в районном совете 18 социалистов из 27. У них есть абсолютное большинство, но тем не менее, я думаю, они будут прислушиваться ко всем фракциям, ко всем партиям. И думаю, что у нас получится плодотворное сотрудничество. Что касается городского совета, там у нас чуть-чуть другая ситуация. Социалистов тоже большинство, их 11 из 23. У нас у партии ШОР 5 человек, и 3 у партии коммунистов, 2 у блока АКУМ и 2 независимых. Я говорил уже и на заседании городского совета, и общался так с людьми. В принципе, все готовы поддерживать начинание идеи, если это будет действительно на благо города, это будет действительно что-то полезное и хорошее сделано. Все готовы на уровне разговоров, все готовы сотрудничать и помогать, и содействовать. Но я думаю, что это будет и на практике. Очень надеюсь на это. Думаю, что я даже на заседании городского совета сказал, что я хочу, чтобы этот совет был лучшим в истории Тераклии. Было бы здорово, потому что, вы знаете, наверное, вся страна помнит, как в прошлом году между районными советниками и городскими советниками вспыхнул скандал, кто будет наряжать елку, какая новогодняя елка будет. И этот казус немного запомнился, особенно жителям юга. По вашим ощущениям, такого уже не будет. Даже на таких маленьких моментах. Мы уже говорили с председателем района, я думаю, что мы сделаем хороший праздник. Не думаю, что мы будем друг другу мешать. Дело не в празднике, дело в том, что на таких, казалось бы, мелких моментах советы между собой враждовали и не могли найти какого-то консенсуса. Если уже говорите, как мы тогда можем вообще говорить о реализации крупных проектов, если спотыкаются на том, так скажем, кто будет наряжать елку и где новогодняя елка будет. Это зависит больше от людей, которые представляют эти советы все-таки, и от руководителей этих советов. Насколько обновился состав? Ну, достаточно серьезно обновился. Ну, в частности, нас не было ни в одном совете партии ШОР. Сейчас есть и в городе, и в районе. Хорошо, господин Лупов, 325 работников подведомственных примарий служб. Скажите, встречались ли вы уже с представителями городских служб? Нет, еще не успел, потому что, еще раз говорю, два дня я всего в примарии. И, значит, в первый день у нас было заседание городского совета, во второй день был районный совет. И плюс там еще в примарии достаточно много вопросов. И сейчас еще бюджет надо срочно делать, чем мы занимаемся. Поэтому я думаю, что на следующей неделе мы начнем встречаться. Насколько тщательно вы будете отслеживать результаты их работ и их компетентность? Потому что я смотрела также и дебаты предвыборные, и некоторые выступления местных чиновников, которые говорили, что зимой на дорогах была ситуация не совсем хорошая, и не совсем вовремя, своевременно и компетентно муниципальные службы, городские службы подходили к разрешению тех или иных важных для жизнедеятельности горожан вопросов. Так ли это было? И каким образом вы будете подходить к этой ситуации, так скажем, начиная с вчерашнего или позавчерашнего дня, как вы стали примаром? Ну, мы к этим вопросам подойдем заранее, и буквально на следующей неделе я уже вызову определенные службы, и мы поговорим с ними на тему того, что у нас готово к зиме. Это первое. А в прошлом году, в принципе, не могу сказать, что все было плохо, но, знаете, очень часто происходит как? Ничего не делается, если нет конкуренции. Вот в прошлом году, допустим, много снега выпало, началась проблема на дорогах. Я был в Кишиневе, мне звонят и говорят, тут проблема, нельзя передвигаться, как бы примария не делает ничего. Я говорю, окей, хорошо, найдите грейдер, мы от партии поможем расчистить все дороги. Примар об этом узнал. Сразу же вышли все службы на дороге и почислили. Ну, это же тоже хорошо. Да, это он сделал, молодец, как бы. Но благодаря нам он на это отреагировал как бы быстрее. Поэтому сейчас мы будем делать заранее все готово к этим вопросам. Хорошо. Скажите, пожалуйста, господин Лупов, вот мы поговорили о взаимодействии с местными властями. Вы знаете, очень часто бывало такое, многие примары жаловались на то, что с республиканскими властями не совсем, когда складываются взаимоотношения, или, например, партия, которую он представляет, находится в оппозиции республиканским властям, то она получает меньше дотации, она получает намного меньше положенных ей средств на дорожный фонд, на другие важные инфраструктурные проекты. Насколько я знаю, партия Шор сегодня в парламенте находится в оппозиции. Более того, сейчас при формировании нового правительства партия Шор заняла позицию партии, которая не участвует в каких-либо политических интригах и процессах, которые происходят, что она направлена на социальное развитие. Так вот, вопрос заключается в том, насколько правительство и республиканские власти на сегодняшний день, на ваш взгляд, будут поддерживать те социальные проекты, учитывая ту политическую позицию, политическую отстраненность партии Шор на республиканской арене. Насколько усложнит это вашу работу? Вы задумывались, я уверена, над этим вопросом? Ну, смотрите, во-первых, как бы у нас нет политической отстраненности. У нас конструктивная оппозиция, да? То есть мы готовы сотрудничать, если это будет на благо нашей страны, как бы, но вот эти местные игры, мы на них посмотрим со стороны. В принципе, у нас такая оппозиция. По поводу того, как скажется финансирование из центра из-за того, что мы в оппозиции, ну вот мы посмотрим, у нас же новое правительство сформировано, да? Вот мы посмотрим, как они работают, люди увидят их в действии. Мы рассчитываем прежде всего на себя. То есть и плюс на месте, я как примар города Таракли, я всем сообщил, потому что там у нас представлены и социалисты, и коммунисты, и блок АКУМ, и независимые есть, и партия ШОР. Вот я сказал, давайте мы от политики отойдем, и все-таки в первую очередь будем работать на благо города. Это наша первоочередная задача. И все, в принципе, со мной согласились, постараемся работать в таком, как бы, духе. И по поводу центра посмотрим, поживем и видим, так сказать. Но я почему-то думаю, что все будет хорошо. Понятно. Спасибо большое. Мы вернемся к нашей беседе после очень короткой рекламной паузы. Дорогие друзья, она пролетит незаметно. Не переключайтесь. Дорогие телезрители, мы вернулись в студию после короткой рекламной паузы. Тем, кто только подключился к нашему эфиру, я напомню, что в эфире программа «Главное». Сегодня мы говорим о городе Тараклии, о Тараклийском районе. Специальный гость студии – это примар города Тараклия Вячеслав Николаевич Лупов. Господин Лупов, в продолжении нашей беседы хотелось бы узнать… Вот мы говорили о взаимодействии Тараклии, Тараклийского района с республиканскими властями. Я, насколько знаю, что в Тараклии два депутата из Тараклии, представленные в парламенте республики Молдовы, можно, конечно, очень много надеяться и говорить о том, что все-таки возлагать какие-то надежды, что все будет хорошо. Но мы знаем опыт, когда районы, например, Ханчешский район в свое время получал в два раза больше на дорожный фонд, например, чем Камрадский район, который является намного больше, чем город и район Ханчеште. Можно таких примеров приводить очень много, но готовы ли депутаты парламента, которые представлены из Тараклии, взаимодействовать с вами как с примаром, независимо от того, из какой вы партии и какую фракцию вы представляете, и ваши сторонники, ваша команда в Совете? Ну, смотрите, значит, у нас действительно от Тараклийского района есть целых два депутата, оба они представители партии социалистов, надеюсь, что они все-таки начнут работать на благо района. Пока чего-то эффективного, видимого по поводу деятельности района я не увидел с их стороны, но, может быть, на то есть какие-то причины. Но я могу сказать, почему же у нас два депутата всего? Нет, у нас еще есть семь депутатов от партии ШОР, и каждый из этих депутатов, я уверен, что будет отстаивать Тараклийский район как самый свой любимый, потому что, если я попрошу, я думаю, у нас полное взаимодействие, и никто мне об этом не откажет, конечно же. Поэтому по поводу финансирования, ну, я думаю, тут как бы не зависит, есть депутаты или нет, это все-таки должен председатель района и примары населенных пунктов ехать и отстаивать свои позиции, чтобы им что-то выделялось в большей степени, чем кому-то другому. То есть, я думаю, это непосредственно зависит от качеств руководителя города, руководителя района. Хорошо, по поводу экономического развития, вы сказали, что бюджет города не настолько велик для того, чтобы в полной мере воплотить все это в жизнь, но, конечно же, очень многое зависит от экономических агентов, которые представлены в Тараклии, в Тараклийском районе. Вы говорили, всегда сетовали на то, что, в принципе, экономические агенты должны более активно включаться в жизнедеятельность района и города. Скажите, как складываются ваши взаимоотношения с бизнесом или, если вы еще не вели никаких официальных встреч, переговоров, как вы намерены продолжать работать и наращивать число экономических агентов, которые представлены в городе? Мы пока еще не встречались официально ни с кем. Были неофициальные какие-то, но больше со средним и малым бизнесом. С крупными предпринимателями в городе мы пока не общались. Не общались по целому ряду причин, потому что, во-первых, и у них не у всех есть желание с нами пообщаться. Почему? По целому ряду причин. Опять же, сейчас не буду об этом говорить. Почему? Потому что мы хотим провести аудит в премьерии города Тараклии, посмотреть, что у нас с налогами происходит, пообщаться с налоговой, пообщаться со всеми специалистами, которые расскажут нам, что вообще происходит в этой сфере. После этого мы будем вызывать каждого экономического агента и будем с ними общаться уже по факту. Если они платят все налоги и все у них замечательно, очень хорошо, мы спросим, чем мы можем помочь, и обязательно будем сотрудничать и помогать. Если же что-то не в порядке, мы объясним, что надо жить по закону, надо платить все налоги, все сборы, и тогда все будет хорошо. Если нет, будем принимать меры, соответственно. Ну и, конечно же, мы собираемся привлекать новых экономических агентов. Достаточно много их собираемся привлекать. Тем более, что все для этого есть. Почему до сих пор это не использовались такие рычаги, как, допустим, в Тараклии свободная экономическая зона. Только хотела спросить. Да, на территории свободной экономической зоны города Тараклия почему-то у нас работает только один экономический агент, зарегистрировано три, но работает только один. Ну, слава богу, хоть он работает. Насколько большая эта зона? 36 гектар. Там места полного. Какие возможности, какие преференции? Я, насколько знаю, что, например, многие другие регионы, они стараются проводить какие-то экономические форумы, может быть, по привлечению экономических агентов. Стараются крупных экономических агентов, которые предоставляют определенное количество рабочих мест, освобождают их от налогообложений и так далее. У вас есть какие-то мысли на этот счет, например? Мы готовим предложение, мы собираемся все это делать, но чуть-чуть позже об этом. То есть мы хотим сначала изучить ситуацию, которая происходит сегодня в городе, потому что она не очень нам понятна. Понятно. Хорошо. Господин Лупов, я знаю, что вы, когда начали заниматься Таракли, отслеживала в средствах массовой информации, что вы ездили в Болгарию, потому что, насколько я понимаю, что один из стратегических международных партнеров Таракли, Тараклийского района, это Болгария. Как вы в начале программы сказали, что там открыто свое консульство. Скажите, вы были в парламенте, я знаю, в Болгарии. С кем вы там тогда встречались? Какие вопросы вы обсуждали? Готовы ли вы продолжить эту нить сотрудничества или прорастить это зерно, которое у вас уже в определенной мере заложено? Можно поподробнее об этом? Ну, скажем так, да, действительно, мы там были, мы встречались, мы ездили не только в парламент Болгарии, в Болгарии у нас было достаточно много встреч, достаточно эффективных. Единственное, они, конечно же, все на определенном этапе приостановились, но с нами готовы работать все. И что было очень удивительно, то, что в парламенте Болгарии, когда увидели, что мы пришли туда, то даже остановили заседание, да, и спикер сказал, что давайте поприветствуем наших бессарабских братьев. И весь парламент встал, нам аплодировал. Было очень приятно. Но что самое интересное и особенно приятное было, то, что после того, как мы спустились вниз, уже в коридорах там ходили, то депутаты, у них как раз перерыв был, подходили к нам, мы не успевали всем уделить внимания даже. Понимаете? И все, независимо от каких они там партий, фракций, они готовы общаться и говорят, давайте, давайте, скажите, что вам нужно. Мы с удовольствием поможем, с удовольствием пообщаемся, потому что это уникальная как бы возможность у наших бессарабских братьев-болгарей. Значит, есть у них такой особый район. Мы готовы к сотрудничеству, мы готовы помогать. И только скажите, что вам нужно. И это было очень приятно на самом деле. Мы, конечно же, собираемся, мы завели ряд знакомств, скажем так, и собираемся в дальнейшем использовать все это. Я думаю, что скоро все увидят. Вы сказали, что есть консульство в Тараклии открыто. Знакомы ли вы с кем-то из представителей этого консульства? Да, мы знакомы с консулом, но у нас знакомство такое, не очень эффективное, скажем так, потому что консул больше поддерживал предыдущего примара. Но, тем не менее, мы здороваемся. Вы знаете, представители... Ну, кстати говоря, после того, как я стал примаром города Тараклии, вот до меня уже обратились с тем, что в посольство Болгарии приглашают, хотят со мной познакомиться. В ближайшее время пойду туда. Ну, вы знаете, у дел, мне кажется, всех дипломатов и всех миссий международных, которые представлены в нашей стране, они всегда работают с властью. Я думаю, поэтому и с прошлым примаром было более тесное сотрудничество. Скажите, пожалуйста, вот по поводу гуманитарной поддержки. Вы сказали о том, что есть определенные проблемы и с языком, с развитием языка, с другими, может быть, культурными моментами. Очень часто вот ваш сосед Гагаузи очень активно помогают главные стратегические партнеры. И инфраструктурно помогают, и культурно, и с изучением языка. Это Турция, это Российская Федерация. Я, насколько знаю, что Тараклии, как мы уже говорили, близка Болгария, насколько близка также Россия. Там помнится и генерала Инзова, еще какие-то исторические моменты, которые тесно связаны. Это вера, православие. Насколько вы готовы в гуманитарной, в мире гуманитарного сотрудничества налаживать связи по этим моментам с международными партнерами? По каким вопросам вы готовы обращаться к ним, например? Мы готовы к любому сотрудничеству, продуктивному и полезному для жителей Тараклии. Это в обязательном порядке. То есть, будь то Болгария, Россия, Европа, неважно кто. Главное, если готовы нам помогать, готовы что-то нам дать, что поможет в развитии города, что поможет в изучении языков, та же самая ситуация, либо в любом другом направлении, мы только за. Тем более, что, знаете, я как бизнесмен все-таки никогда не откажусь от чего-то полезного, если мне кто-то предлагает, и всегда готов к сотрудничеству. И я считаю, что это приоритет, потому что смысл какой отказываться по каким-то причинам надуманным. Потому что наша главная задача все-таки сделать жизнь людей привлекательной, чтобы люди того, что живут конкретно сейчас в городе Таракли, чтобы им нравилась эта жизнь, чтобы люди оттуда не уезжали, чтобы люди оставались там. Потому что проблема же, что там каждый второй житель, наверное, каждый житель имеет родственника или знакомого, который где-то работает за границей. Но в основном это какие страны? Это разные. Это и Европа, это и Болгария, это и Россия. Кто где. И в Италии там есть. По всему миру. По всему миру. Люди ездят, ищут там, где им будет лучше. И хочется сделать так, чтобы лучше было все-таки дома. Понимаете? Потому что я всегда говорил, что вот моя задача, я очень люблю эту страну. Я здесь родился, я здесь живу. И даже когда я уезжаю, я достаточно много ездил по миру. И когда я уезжаю, меня все время тянет домой. Вот я не могу долго находиться где-то за границей. Меня все время тянет домой. Потому что это мой дом. И я не хочу, чтобы мой сын уезжал. Потому что у моих знакомых, практически у всех, дети учатся за границей. И остаются обычно там. А вот я хочу, чтобы мой сын был здесь рядом со мной. Но для этого надо создать условия, чтобы ему не хотелось туда уезжать. Чтобы он жил в этой стране. Чтобы эта страна была привлекательной для жизни прежде всего. И конкретно сейчас у меня есть такая возможность сделать город Таракли. И я его сделаю. Я обещаю. По поводу международного сотрудничества хотелось бы еще спросить. Насколько вы думаете, главным стратегическим международным партнерам было бы интересно открывать и развивать свой бизнес именно в Тараклие? Даже в этой, если мы говорим о свободной экономической зоне. На самом деле Тараклия достаточно удобно находится, потому что рядом Украина. То есть в Тараклийском районе есть населенные пункты, которые граничат с Украиной непосредственно. Недалеко порт наш Джурджулеште. Рядом Гагаузия. То есть мы находимся в таком месте, где в принципе достаточно удобно было бы что-то завозить и уже распределять дальше по стране. Поэтому есть еще ряд... А инфраструктура, например, как налажено? Ее должны сделать. Ее практически нет, да? Не в очень хорошем состоянии, скажем так. Вы знаете, инвесторы в основном смотрят на развитие дорог. Вот этим мы и собираемся заниматься. То есть мы собираемся сделать свет, мы собираемся сделать дороги. Да, нас упрекают в том, что мы как бы говорим, что мы сделаем все дороги, но это огромная сумма и как бы бюджет Тараклии точно не потянет. Мы это все понимаем прекрасно. Но мы постараемся максимально быстро и качественно это сделать, воплотить в жизнь. Мы найдем способы, чтобы это сделать. И мы дороги начнем с весны уже делать. Мы не говорим, что мы за год сделаем всю Тараклию. Это невозможно. Понимаете? Но за 4 года, я думаю, сделаем мы очень много. Намного больше, чем все предыдущие года. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы как-то в своем одном из интервью говорили о статусе необходимом Тараклийскому району. Можете поподробнее об этом рассказать? Да, в связи с тем, что Тараклийский район это все-таки центр Болгар. И в свое время был такой законопроект разработан о предоставлении особого статуса Тараклийскому району. Чтобы там были определенные условия. В принципе, в Гагаузе это автономия. Здесь немного не автономия, но тем не менее особый статус этнокультурного района. Что он даст? Ну, допустим, сейчас у нас вообще есть большая проблема, что большинство служб переведены в Кагул. И это очень неудобно. Чтобы получить какую-то справку, надо ехать за 40 километров от Тараклии в Кагул. И люди возмущаются. Хотя не так давно эти службы были в Тараклии. Плюс все очень боятся, что языковая проблема тоже существует в Тараклии. Потому что все-таки основной язык, на котором там говорят, это русский, плюс болгарский. Но достаточно тяжело изучать румынский язык. Я за то, чтобы, конечно, все граждане нашей страны знали государственный язык. Но тем не менее ситуация там такова, что государственный язык знает не так много людей. И с этим нельзя сейчас бороться. Надо что-то делать, надо находить какие-то компромиссы. Поэтому при дании особого статуса много вопросов решит. И службы вернутся, и финансирование чуть увеличится. Многое мы сможем сделать там на месте. Но проблема в том, что даже еще при коммунистах в первом чтении этот законопроект был принят. И во втором они не утвердили. Время прошло, так это все и застряло. Во время предвыборной кампании на парламентских выборах в принципе все кандидаты, это одно из первых, было, что мы добьемся придания особого статуса району. В том числе и те депутаты, которые сейчас есть в Тараклийском районе. Почему-то вот уже сколько, полгода прошло, этот вопрос не поднимался еще в парламенте. Не знаю по какой причине, потому что как минимум с инициативой они могли выйти. А там уже дальше посмотрели бы на развитие событий. Но, не знаю, может они готовят, не готовят. Несмотря на это, я уже обратился к нашим депутатам, к фракции партии ШОР. И уже подняли тот законопроект, который был. Посмотрели, почему не приняли во втором чтении. Сейчас его дорабатывают. И я думаю, что в ближайшее время наши депутаты с этим вопросом в парламенте выйдут. И будем добиваться, очень постараемся. Я думаю, кстати, что социалисты в этом вопросе нас, конечно же, поддержат, наверное. То есть вы хотите, чтобы этот культурный статус, в основном эти полномочия были расширены в сфере правовых моментов, связанных с социальной сферой, в сфере здравоохранения, да? То есть в основном в этом плане. И в экономической. Просто знаете, очень часто, когда Гагаузия начинает говорить о расширении прав своих полномочий, на нее постоянно начинают вешать... Мы же не просим автономию, понимаете? Мы просто просим, чтобы к нам отдельно относились, как бы все-таки учитывали то, что Тараклийский район это с подавляющим большинством болгар, да, как бы проживающих там. И с этим надо считаться. Кстати, насколько активно молодежь включается во все социальные, так скажем, политические, экономические вопросы, которые стоят сегодня перед тараклийцами и жителями тараклийского района, на ваш взгляд? Ну, молодежь, знаете как, там молодежь все время говорит, что сделайте что-то для нас, мы тоже хотим как-то поучаствовать, но во многих случаях участвуют. Нам не так много делается для молодежи, скажем так. То есть недостаточно много. Там есть молодежная организация, с ней будем работать, потому что пока рано говорить. Я считаю, что она должна работать более активно и привлекать молодежь к жизни, деятельности, скажем так, города надо в большей степени. Пока могу только так ответить. Хорошо, господин Лопов. И хотелось бы также узнать в общем еще ваше более такое детальное мнение. Вот все-таки в каком состоянии находится город сейчас, на ваш взгляд? Какое наследство вы получили от прошлых властей? Если мы говорим вот в частности дороги, предприятия, детские сады, о государственных предприятиях, о школах, потому что я уже говорила о том, что я просматривала средства массовой информации, вы являетесь частым гостем этих государственных объектов. Какое хорошее ли наследство в общем вы получили от прошлых властей? Ну, в общем, знаете, как я вам хочу сказать. Не самое плохое, но есть над чем работать. Есть над чем работать. Хорошо. В какой, так скажем, в каком состоянии находится экология в Тараклийском районе? Потому что в Кишиневе постоянно, вы знаете, что возникают проблемы с мусоросвалками и с другими моментами, которые очень сильно вредят экологии жителей. Сталкиваются ли с экологическими проблемами, которые сейчас немаловажны для всех жителей нашей страны, именно Тараклия, Тараклийский район? Ну, проблема с Валкией есть и в Тараклии, действительно, есть она. Единственное, что, конечно, климат там получше, чем в Кишиневе, и экология в лучшем положении. Но проблемы есть и вода, и канализация, и свалки, есть эта проблема. Мы, кстати, сейчас тоже думаем, как ее начать решать. Скажите, еще один момент. Вот в вашей команде очень часто многие мэры, примары, которые приходят к власти, стараются свою команду привлечь как можно больше людей, которые умеют, знают, как писать проекты, знают, как участвовать в проектах и выбивать именно определенные средства для развития своего региона в социальной сфере, в сфере экологии. И чем качественнее профессиональные эти люди, тем больше дотации идет с республиканских властей или, может, международных партнеров на развитие именно этого региона. Есть ли у вас такие люди в команде, которые готовы этим заниматься? У нас в команде, в общей команде, конечно, есть это люди. Но эти люди есть и в Таракли. Есть и в Таракли, и там, кстати говоря, особенно населенные пункты поменьше, села, коммуны. За счет этого только, грубо говоря, и выживают за счет этих проектов, потому что постоянно участвуют в них и хоть что-то могут делать в своих населенных пунктах. Поэтому специалисты есть, люди, которые умеют писать, там есть. Если надо, мы привлечем извне таких специалистов. Конечно же, будем участвовать в максимальном количестве проектов. Там есть как специалисты, которые, не то что специалисты, а люди, которые действительно что-то хотят сделать в этом направлении, написать проект на развитие. Так есть, с недавнего времени появились и аферисты, которые хотят заработать на этом. Ну, посмотрим. Время покажет. Хорошо. И, конечно же, в завершении нашей программы я хотела бы лично о вас немного поговорить. То есть не особо интересует ваша личная жизнь, интересуют некоторые другие моменты. Вот несколько вопросов есть касаемо лично вас. Как давно вообще вы занимаетесь политикой? Политикой, по сути, я занимаюсь полтора года, как появился в Тараклийском районе. Насколько вам это интересно? Ну, это интересно, но тут у меня дело не в интересе в политике. А дело в том, что я хочу что-то сделать для этой страны и для жителей этой страны. Это самый главный мой интерес. В первую очередь для Тараклийского района, как я понимаю, для города Тараклия. В данный момент, конечно. Хорошо. Много разных слухов. Скажите, это правда, что вы болгарин в седьмом поколении? Этнический болгарин. Ну да, я болгарин. Мой папа, дедушка и по дедушке на линии болгары. Это правда, что ваш дед был известным политиком? Он не политик. Он заслуженный деятель искусств. И в своем городе, где и улица названа в его честь, и Дом культуры назван в его честь, значит, он много раз был депутатом городского совета. Какие основные качества для вас будут важны при подборе дальнейших кадров вашей команды, которые будут именно в Примарии? Честность, порядочность и образованность. Спасибо большое, господин Лопов, за это интервью, за исчерпывающий ответ. Я думаю, что мы с вами еще обязательно в ближайшее время встретимся и вместе порадуемся вашим успехом. Я желаю это лично вам и всем жителям Тараклии и Тараклийского района. Дорогие телезрители, я напомню, что в эфире была программа «Главная». Сегодня ее вела я, Нина Демогла. Специальным гостем нашего эфира был примар города Тараклия Вячеслав Лопов. Я вам желаю хорошего вечера, впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова